МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир вам и благодать да умножатся в познании Господа нашего Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас и поддержит. Я Максим Максимов. Приветствую вас в прямом эфире. Если, конечно, вы смотрите меня на ютубе, это уже не прямой эфир, но приветствую вас. Надеюсь, вы возьмете свою кружечку кофе. Возьмите, пожалуйста, ваше кофе, чтобы мы с вами провели хорошо время общения и в поисках ответов. Чему могут научить нас маленькие животные? Чему нас могут научить маленькие незначительные существа? Они малыши. Мы такие здоровые, сильные. Мы огромные по сравнению с ними. Но они могут нас научить. Я хочу пригласить вас присоединиться в наш интернет-общение Дом Веры. Мы возвращаемся здесь каждый день, кроме понедельника и субботы. У нас идет эфир регулярно. Мы каждый день познаем новую-новую главу за главой. Мы проходим священные писания, изучаем темы, изучаем то, что Бог приготовил для нас. Итак, это третья серия. Мы говорили с вами уже о муравьях. Мы с вами говорили о мышках. Вы знаете, когда мы смотрим на мышках, ну давайте откроем, давайте откроем Библию. Откройте, пожалуйста, вместе со мною притчи. То, с чего мы начали. И мы, наверное, еще раз прочитаем это место. Притчи 30 глава с 24 стиха. Вот четыре малых на земле. Притчи 30 глава с 24 стиха. Вот четыре малых на земле. Они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, слабаки не сильные. Но они знают тайну. Они заготавливают пищу свою летом. Они научились, они никогда не голодают. У них никогда нету бунтов, революции. У них нету никаких возмущений. У них нету забастовок. Они заготавливают пищу свою. Горные мыши. Народ слабый, тоже слабенький. Те не сильно, это слабые. Но ставят домы свои на скале. Они поднимаются так высоко. Куда мы только хотим прийти. Залезть там на вершину скалы. А знаете, там уже мышки ползают. Они там живут. Горные мыши народ слабый. Но ставят дом свой на скале. У саранчи нет царя. Но она выступает стройно. И паук лапками цепляется. Но бывает в царских чертогах. Итак, сегодня мы рассмотрим все эти оставшиеся аспекты нашей темы. Мы с вами рассуждали, что необходимо думать вперед. Не нужно быть ленивцем. И нужно смотреть вперед. Мышки, они маленькие существа. Но они поднимаются высоко. Маленькая мышка, а поднимается высоко. Не строй дом свой на песке. Строй дом свой на скале. Тот, кто построил дом свой на скале, у того есть прочное, хорошее основание. Построй дом свой на скале. Мы с вами рассуждали на эту тему. Вы знаете, когда... Откройте, пожалуйста, Библию вместе со мной. Притча 22 глава. Притча 22 глава. И я буду читать со стиха 29. Очень хорошее местописание. Здесь написано. Видел ли человека проворного в своем деле? Видел ли человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми. Я посмотрел современный перевод. Там сказано так. Если человек... Еще раз. Притча 22-29. Притча 22-29. Если человек мастер своего дела... Если человек хорошо... Вот так здесь современный перевод. Если человек мастер своего дела, значит он достаточно хорош, чтобы служить царю. Ему не надо будет работать на простых людей. Я посмотрел слово «дело». Что значит слово «дело» в словаре «Стронгом». И здесь написано «дело», «работа», «занятие», «профессия», «служение», «служба», «имение», «собственность», «имущество», «запасы», «изделие» или «вещь». Посмотрите, во всем. И в имении, и в имуществе, и в запасах, и в занятии, и в профессии. Если ты хорош, проворен. Слово «проворный» — это тоже интересное слово. Я хочу, чтобы вы сейчас... Это значит опытный, быстрый, сведущий, шустрый. Проворные люди имеют мудрость горных мышей. Они имеют мудрость паучков. Они могут подняться до царских чертогов. Люди, которые выполняют свою работу настойчиво, хорошо, качественно, на высоком уровне, трудолюбиво, терпеливо, люди будут стоять перед царями. Другими словами, они поднимутся на новый уровень. Они поднимутся на новый уровень и будут на высоком уровне. Их будут воспринимать высоко, их будут уважать, ценить. Им не нужно стоять перед простыми. Им не нужно будет стоять перед простыми. Им не нужно стоять перед простыми людьми. Проворные люди, они делают свое дело целеустремленно, настойчиво. Делай свое дело. Будь проворным в своем деле. Быстрым, шустрым, четким, конкретным, опытным, знающим. Когда ты можешь делать, проворачивать дела и быть при этом благословенным. Проворные люди, сегодня их так не хватает. Очень много медлительных, расслабленных. Пусть меня научат, пусть мне скажут, пусть меня направят, пусть меня поддержат. Пусть, пусть, пусть. Дорогой человек, тебе нужно в своей жизни принять решение. Решение твердо, твердо стоять на основании, которой есть Господь. Твое основание, я не ленивец, я не буду ждать у моря погоды. Я форсирую события, я делаю своими руками. Я стараюсь, я двигаюсь, я изучаю, я вникаю. Проворный человек в деле своем, это человек, который не просто ходит и глазами хлопает. Нет, это человек, которого не нужно мотивировать, которого не нужно толкать. Проблема в том, что многих людей, кто-то сказал, нет сегодня плохих людей, есть немотивированные люди. Но почему все люди, которые немотивированы, они нуждаются, чтобы кто-нибудь их мотивировал? Я понимаю, если я сейчас начну вас мотивировать, вы получите вдохновение, радость. Вы скажете, все, я сейчас попру вперед, меня смотивирую, пастор. Замечательно. Вопрос, а почему тебя нужно мотивировать? Потому что внутри тебя нет проворности, нету целеустремленности. Внутри тебя нету вот этой шустрости. Проворный человек в деле своем. Дорогие мои, вам необходимо включить свое сердце, свою внутренность и быть проворными, быть целеустремленными, быть людьми, которые двигаются. Почему мы не мотивированы? Почему в сердце человека нету целеустремленности? Ну, вдохновите меня, ну, скажите мне что-нибудь, ну, ободрите меня хорошими словами. Почему мы ходим с кислыми лицами? Люди, которые не мотивированы, не мотивированы сами. Пусть мне скажут, пусть мне скажут, куда идти, пусть мне скажут, что мне делать. Пусть мне кто-нибудь говорит, что мне делать. Пастор, если бы ты мне вот все время говорил, что делал, вдохновлял меня. Вот знаете, когда люди постоянно нуждаются, чтобы кто-нибудь им командовал, нам урок такой. Притча, 30 глава, 27 стих. Мы продолжаем. Мы говорили с вами о мышах, мы говорили с вами о муравьях и дошли до саранчи. У саранчи, притча, 30 глава. У саранчи нет царя. У саранчи нет царя. Притча, 30, 27. У саранчи нет царя. Но она выступает стройно. Саранча не нуждается в командире. Вот это интересная мысль. У саранчи нет царя. В отличие от людей, люди, они, говорите нам, что делать. Говорите нам, как работать. Говорите, как нам трудиться. Говорите, чем нам заниматься. Говорите нам. У саранчи нет царя. Но она идет стройно. Если саранча идет, ее не остановишь. Полчища саранчи у нас в Казахстане, в России. Вот эти полчища саранчи летят, они просто уничтожают все. Вроде кузнечик кузнечикам. А ущерб такой огромный. Их миллионы. Это просто миллионы кузнечиков этих летят. И они сносят все на своем пути, съедают все. У нее нет царя. У нее нет направления. У нее нет командира, вдохновителя, управителя. Многие из нас, они нуждаются постоянно, чтобы кто-нибудь что-нибудь говорил. И вопрос. Если вы хотите чего-то добиться в жизни и постоянно ищете, чтобы вас кто-нибудь вдохновлял, вы создали условия, при котором ваш мотиватор не внутри вас находится, а снаружи. Описание говорит, что все источники внутри вас. А если ваши источники не внутри вас, вы будете зависеть от людей, которые снаружи. Дорогие мои, когда мы с вами говорим, каждому человеку необходимо, как мы армия, и каждому нужно, чтобы внутри был генератор. Генератор радости, генератор вдохновления, генератор благословения, генератор целеустремленности, генератор жажды. Я пойду вперед, я буду молиться, буду двигаться, буду сражаться, буду делать дела Божии. Я буду распространять Евангелие, буду светить, буду делать Божие дела. Многие ищут себе начальника. Пускай меня кто-нибудь контролирует. Пускай меня кто-нибудь направляет. Говорят, над каждыми тремя человеками нужно ставить одного начальника. Тогда будет эффективно дело. Но если ты такой человек, над которым постоянно нужен начальник, ты никогда не вырвешься. Ты никогда не прорвешься. Ты никогда не сможешь двигаться дальше. У саранчи нету командира. Вы знаете, очень многим урокам можно научиться у саранчи. Казалось бы, саранча как проклятие. Все-таки, когда табуны и саранчи идут, они все съедают на своем пути. Но с другой стороны, мы можем у саранчи научиться организованности. Саранча не выступает в одиночку. Она выступает полчищами. Мы у нее можем научиться порядку, единению, организованности, структуре, управлению. У нее нет командира. Она самоуправляема. У нее нет вдохновителя, мотиватора. У нее нет личности или какого-нибудь там главного кузнечика, который бы говорил, туда идем. Нет. Она идет вместе. Они вместе идут полчища. Они идут организованно. Вы знаете, если взять старый завет, старый завет времена пророков. Времена пророков, которые говорили, что делать. Когда мы говорим о Новом Завете, это времена церкви. Церковь – это тело. Это все мы вместе составляем и совокупляемые. Конечно, многие хотят вернуть времена пророков и начинают там бегать. «А, это такой великий помазанник, это такой великий помазанник». И носят за великим помазанником. Послушайте меня, драгоценные мои. Время пророков завершилось. Теперь другое время. Время церкви. Здесь нету короля над нами. У нас Господь царь. Нам не нужен король или какой-нибудь супер пастор, который будет крутить на Мазаратте, ездить в таком белом пиджаке. И все будут говорить, о, великий помазанник Божий. Бог так через себя действует. Так не работает. Мы во времена Нового Завета, во времена Церкви. Во времена Церкви. Это другой, мы в другом сезоне находимся. Многие все еще хотят восстановить старые времена, где были пророк Моисей и все остальные. Сейчас Бог разговаривает не через пророка. Он говорит с тобою напрямую. Твой царь живет в твоем сердце. Учитесь у саранчи организованности. Порядку. Никто не сталкивается. Вы знаете, если ты хочешь добиться успеха в этом мире, в этой жизни, в отношениях с Богом, вам нужно научиться этим качествам. Саранча не нуждается в командире, но она делает свое дело. Все миллионы, миллионы этих кузнечиков, они делают свое дело. Они идут, они идут вперед, они делают свое дело. Их не нужно вразумлять, учить, вдохновлять. Они делают свое дело. Они делают, делают. Если бы все христиане делали свое дело и не нуждались, сегодня бы весь мир был спасен. Проблема в том, что христиане, я не знаю, вдохновите меня, у меня какое-то состояние странное, у меня что-то вот не то. Пастор, молись, что у меня вот здесь что-то зачесалось, вот у меня здесь что-то не работает. Саранча. Понимаете, когда человек начинает концентрироваться на себе, на своих проблемах, на своих трудностях, на своих ошибках, на своих победах, на себе любимом, ой, вот это, мне вот это болит, вот это не болит, вот это чувствую, вот это не чувствую. Приходит все к тому, что тебе нужно, чтобы кто-то стоял над тобою, вдохновлял, вразумлял, учил, наставлял. Мы говорим с вами о Духе Святом. Мы говорим с вами о Господе, который живет в вашем сердце. В вашем сердце. И когда мы говорим о помазании, о силе Божьей, мы говорим о том, что вы должны двигаться в Божьем Царстве. Вам необходимо научиться усаранчи. Ей не нужен надзиратель. который бы командовал, говорил, направлял, который бы царствовал, господствовал над ними. Почему христиане так сильно любят, когда их кто-нибудь командует, какой-нибудь супер помазанник, Бенни Хин, тач, 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 и все, ой, Бенни Хин. Люди дорогие, не будьте коррумпированными. Ваши сердца откройте для Господа. Мы идем вместе. Мы не вступаем в одиночку. Мы, как саранчи, идем полчищами. Мы распространим Евангелие по всему земному шару. Мы научены от саранчи единению, согласию. Мы научены от саранчи быть вместе. Мы научены от саранчи ходить вместе, распространять. Мы научены от саранчи согласию. Как только в вашей церкви начинает вырастать император, гасить его нужно. Если внутри тебя растет император, король, царь, супер помазанник, супер проповедник, который знает, который просто... Мы говорим о том, что мы живем в времена церкви. Каждый из нас является таким же членом тела Христова. И нету чуть-чуть получше тела Христова, чуть похуже. Мы все в теле Христовом. Каждый является частью. Мы с тобой одни. Ты и я, мы имеем такую же позицию. Мы спасенные. Мы обращенные. Нету какой-то в теле Христовом особенных, лучших. Да, конечно же, есть более высокое употребление, низкое употребление. Но мы все в теле Христовом. Мы дети одного отца. Дети одного отца. Аллилуйя. Слава Господу. Когда мы говорим об организованности, организованность — это Божье качество. У саранчи организованность переходит не через структуру сверху вниз. Организованность приходит изнутри. Ее действия настолько согласованы, они друг друга понимают, что они могут получить большую добычу. Огромную добычу. Откройте Исаию 33 глава. Исаия 33 глава. И я прочитаю с 4 стиха. Здесь написано так. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросается за нее, как бросается саранча. Знаете, где добыча, саранча бросается на добычу. Саранча бросается на добычу. Внутренняя организованность приведет тебя к добыче. Нет внутренней организованности, нет внутренней мотивации. Ты пропустишь свою добычу. Не пропускайте свою добычу. Аминь, драгоценный. Аминь или не аминь? Аминь. Хорошо. Итак, учитесь у гусеницы. Учитесь у саранча. Хватайте, берите. Последний урок нам преподает паук. Паук лапками цепляется. Такой потрясающий. Потрясающий. Притча 20 глава, 28 стих. Паук лапками цепляется. А когда мы говорим, паук лапками цепляется, но бывает в царских шерстогах. В царских комнатах. Для достижения успеха вам необходимо цепляться лапками. Цепляйтесь. Цепляйтесь. Знаете, когда я приехал в теплые страны, у нас такого нет, чтобы ящерицы ползали по стенам. Но когда я приехал в теплые страны, я вдруг увидел, как ящерица ползет по вертикальной стене. Смотрю, думаю, да ты что. И поэтому человек, который переводил Библию, он перевел на русский язык паук лапками цепляется. В оригинале написано, маленькая ящерица, она поднимается до покоев царских. Маленькая ящерица, держась лапками, маленькая ящерица своими маленькими лапками цепляется. Бывает в царских местах. У нас перевели как паучок. Пусть будет паучок, пусть будет ящерица. Самое главное, цепляйся. Самое главное слово, цепляться. Я посмотрел, слово цепляться, это значит держать, хвататься, брать, быть схваченным, ловить, хватать, не пропускать. Паук лапками цепляется. Он бывает в царских чертогах. Для достижения успеха необходимо цепляться лапками. Мы говорим с вами о высоком уровне. Соломон учит нас о царских чертогах. Соломон жил в царских чертогах. Он был большой, великий царь. И он смотрел на маленькую ящерицу, которая заползла к нему в комнату, и он сказал вот эти слова. Смотри, лапками цепляется, до царских чертогов дошла. Рядом со мной сидит. Мы с ней в одном тронном зале. Маленькие, слабенькие люди могут цепляться лапками. Маленькие, слабенькие люди могут цепляться лапками и подниматься до высот. Могут подниматься до высочайшего уровня. Могут войти в высочайший уровень. Если ты будешь проворным в своем деле, если у тебя будет целеустремленность, если будет желание, жажда, эти маленькие мудрее мудрых, они мудрее самых мудрых. У них есть маленькие правила. Цепляйся. Цепляйся. Ой, мне сказали, что нельзя. А ты цеплялся? Ну, мне сказали, я ушел. Мне сказали, иди отсюда, я ушел. А ты цеплялся? Ты зацепился? Ты вцепился? Вы знаете, у вас есть огромнейший потенциал. Бог дал вам дары, Бог дал вам таланты, способности, призвания. Бог дал вам потенциал. Это все внутри вас есть. Не обращайте... Вы должны быть царями и священниками. Не обращайте внимания на то, чего у вас нет. Всегда используйте то, что у вас есть. Помните, что то, что у вас есть, может вас поднять до уровня царских чертогов. Может поднять вас. Нет ничего невозможного. Все возможно. Не нужно смотреть на то, чего у вас нет. Многие люди говорят, у меня вот этого нет, вот этого нет, вот этого нет. Не смотрите на то, чего у вас нет. Нет. У вас есть Господь. У вас есть вера. Внутри вас заложен огромнейший потенциал. И вы можете делать великие вещи. Вы можете делать великие вещи. Паучок лапками цепляется. Дорогие мои, в конце эфира я обращаюсь к каждому из вас. Начните ценить и использовать то, что у вас есть. Перестаньте говорить о том, чего у вас нет. Перестаньте говорить о неудачах. Многие люди постоянно рассказывают мне о своих неудачах. И вообще, я пытаюсь эту тему забыть. Я о своих неудачах молчу. Я молчу о своих неудачах. Я не говорю о своих неудачах. Нету. Да, у меня есть неудача. Но я не говорю. Многие вынуждают. Ну что, ну скажи. Я не хочу про них говорить. Я не хочу их вспоминать. Они умерли. А мертвых или ничего не говорят, или лучше вообще ничего не говорят. Потому что, когда неудачи прошли, не нужно их держать полуживыми. Не нужно твои неудачи оживлять все время. И говорить, о, я неудачник. Вот это, вот это, вот это. Я думал. Цепляйся лапками. Иди стройно. Строй основой дом на скале. И заготавливай пищу летом. Учись у малышей. Маленькие, незначительные. Они вдохновляют нас. Они учат нас. Давайте посмотрим на все писание. Будь мотивированным. Особенно хочу подчеркнуть. Многие из вас, они не мотивированы. Они нуждаются, чтобы кто-то мотивировал. Научитесь быть самомотивированными. Научитесь быть людьми, которые хотят, желают, стремятся. Людьми, которых внутри есть, внутри есть, внутри есть. Хочу, возьму, смогу, преодолею. Я знаю, что у меня есть Божье благословение. И даже если я встречаю сопротивление, я не отчаиваюсь. Я не разочаровываюсь. Я не плачу. Я не ною, не стану, не скулю. Я продолжаю двигаться. Я продолжаю идти. Я продолжаю пробиваться. И я пробьюсь. Во имя Иисуса Христа. Я говорю благословение над тобою. Благословляю тебя именем Иисуса Христа. Да прибудет Господь с тобой, да явит милость свою, славу свою. От Духа Своего благословляю именем Иисуса Христа. Господь да прибудет с тобой, да явит славу свою, да коснется, да и зальет от Духа Своего на тебя. Благословляю тебя, чтобы твое сердце было открыто и мотивировано, и жажда, и желание, и стремление, и огонь, и страсть по Господу, чтобы внутри тебя было движение Духа Святого. Благословляю именем Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И все скажем Аминь. Спасибо вам, драгоценные, за то, что вы вместе со мною. Малыши могут нас научить. Научитесь слышать от Господа, научитесь принимать от Господа, научитесь воспринимать Господа и Его благословение. И оценю каждого из вас, благословляю. Благодарю вас за партнерство, за ваше участие. Благодарю вас за то, что вы поддерживаете Божье дело. Послушайте, ваши приношения и дестины могут нам помочь распространить Евангелие. Вместе мы сила. Саранчу нет царя, я не ваш царь. Но мы как саранча можем идти на доме и чем. Мы идем стройно. У нас есть видение, у нас есть желание, у нас есть стремление распространить Евангелие по всему земному шару. Помогите мне это сделать. Многие люди треплются, многие люди говорят о распространении Евангелия. А мы не говорим, мы распространяем Евангелие каждый день. Проповедую Евангелие в миллионах домов. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за ваше участие. С вами был Максим Максимов. Ценю, люблю и благословляю вас. Всем пока. Будьте благословены. Встретимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»